здравствуйте очень рада всех видеть сейчас всем видно презентацию тоже все видно если не видно то напишите мне пожалуйста да отлично итак мы начинаем а так секунду несколько слов обо мне в их те кто со мной незнакомые у нас с вами есть замечательная возможность познакомиться а я скажу буквально пару слов о теме моей сегодняшней лекции нашего с вами сегодняшнего разговора наверное это будет точнее дело в том что я сегодня в очередной раз получила приглашение на виртуальный обед это вот такое новшество которое нам принесла корона я подумала что наша с вами сегодняшняя встреча немножко похожа на виртуальный обед я вам буду описывать то что у вас нет возможности попробовать я в оглавлении в названии лекции на первом слайде написала ссылку на то о чем я буду сегодня рассказывать на нашу программу это еще в общем-то относительно рабочий вариант но общее впечатление они вы можете составить и так я буду рассказывать о программе по русскому языку для израильских школ это государственная программа и прежде чем я вам расскажу непосредственно о программе буквально два слова о том как происходит преподавание иностранных языков в израиле самый важный иностранный язык у нас как и во многих странах особенно во многих маленьких странах это английский его изучение начинается в третьем классе и без английского языка человек практически не может не сделать карьеру не учиться в университете английский язык не менее важен а иногда может быть и более важен чем государственный язык израиля иврит наиболее распространенными в школе является арабский по понятным причинам французский русский и амхарские языки но эти языки это так называемые вторые языки в израиле и в израильской системе образования и а их изучение является обязательным с 7 по 9 класс а дальше ученик может решить хочет он продолжать или нет из перечисленных языков еврейском секторе я я работаю в еврейском секторе арабский изучается как иностранный китайский итальянский идиш и японский тоже изучаются в меньше но изучаются как иностранные а французский и испанский изучаются как иностранный как родной то есть есть иммигранты которые приехали вот вот-вот-вот только что и они продолжают просто изучать свой родной язык или как семейные и русские амхарские изучаются в основном как семейные так исторически сложилось было очень много иммигрантов или как мы называем их репатриантов из эфиопии из россии во-первых из эфиопии во вторых и им дали возможность изучать язык их общины изучают у нас около 6000 в государственных школах около 6000 студентов или учеников и примерно 60 процентов из них родились на территории бывшего советского союза в разных республиках а остальные это дети русскоязычных родителей или дети которые родились в смешанных браках и поэтому кто же наши ученики наши ученики и вот так сказать в центре это большинство наших учеников а это несбалансированные билингвы мы знаем с вами что вот левая картинка сбалансированные билингвы это наша почти несбыточная мечта их очень мало нам к этому мы стремимся а несбалансированные билингвы это либо те дети у которых уже началась языковая атрица у них доминирующий русский язык но они его постепенно забывают потому что у них нет инпута то есть они недостаточно взаимодействуют с русским языком да я перешлю надя в крайнем случае ссылку и не переживайте все будет нормально и ученики с их большинство ученики с доминирующим эвритом это так называемые эритажники или псевдобилингвы в случае с учениками у которых доминирующий русский очень важно важно то что называется котов поинт то есть момент когда они приехали в страну от этого естественно зависит то насколько во многом зависит насколько им удается сохранять язык и ученики с доминирующим эвритом эритажники тут очень много факторов которые влияют на сохранение языка наш разговор сегодня не об этом и в последнее время у нас появились группы рк и по той простой причине что по тем законам которые есть по тем установкам которые нам спускает министерство образования мы не можем отказать ребенку в праве на изучение какого-то предмета который преподается в школе и поэтому мы вынуждены в последнее время открывать группы рк и но это у нас находится в зачаточном состоянии и так сказать об этом как мы как-нибудь поговорим с вами в другой раз основной программа в принципе учитывает что у нас такие группы будут но нацелена она вот как раз в основном на несбалансированных билингов с доминирующим эвритом программа была и до этого но она морально устарела и то что мы попытались то что мы писали мы писали это естественно с учетом всего того что произошло за последние 20 лет в этой области это огромное количество исследований которые были написаны по эритажникам и по билингвам это с одной стороны с другой стороны конечно изменилось наше отношение к информации и мы писали до короны еще но тем не менее технология уже прочно вошла в нашу жизнь потому что до этого было ощущение что люди которые хорошо владеют пишущей машинкой учат как нужно так сказать правильно обращаться с гаджетами людей детей которые с ними обращаются до рождения и сразу после рождения и конечно вот мы попытались и эту проблему тоже частично решить и еще одна вещь которая для нас была очень важная изменилась концепция школьного обучения в израиле больше акцент стал стали делать на проектную работу а вот теперь мы начнем так сказать говорить поподробнее если мы возьмем программы которые существуют сегодня для зарубежных школ то мы увидим две основных тенденции это программы которые ориентируются на русскую школу то есть на российскую школу и за основу берется программа российской школы что-то оттуда так сказать вынимается что-то сокращается но в принципе костяк а это то что принято российским министерством образования и а второй тип программ это программы которая ориентируется на сейфа и иначе говоря и туда тоже что-то добавляется что-то уменьшается что-то зависимости от национальных особенностей дописывается но вот это два основных типа программ мы ориентировались на сейфа потому что мы говорим о детях которым уже 12 лет и даже для этих детей конечно сейфа это проблема потому что сейфа написано для взрослых людей и нужно менять и языковой чуть-чуть менять и языковое наполнение и безусловно так сказать рекомендуемые темы но тем не менее за неимением так сказать лучшего мы пользовались этим стандартом потому что этот стандарт является общим и определяющим для всех программ по изучению иностранного языка в израиле что такое куррикулом куррикулом в израильской школы это уставной документ который имеет практически силу закона и он дает основные рекомендации в соответствии с которым должен работать учитель силовую как бы это следующий уровень в каждой школе учителя в зависимости от того есть ли языковое отделение или нет моей школе есть кроме меня работают я как вы прочитали наверное на первом складе я работаю и в университете и в школе вот в моей школе я возглавляю языковое отделение и мы пишем еще помимо этого программу для своей школы которая конкретизирует те общие положения которые есть в куррикулу почему мы взяли за основу си фа кроме того что это основной документ по которому работают в израиле прежде всего потому что мы говорим о несбалансированных основная масса наших учеников это несбалансированные билингвы с доминирующим ивритом и какого-то другого документа которому могли бы привязаться и который относительно бы унифицировал так сказать то что происходит в преподавании языка к сожалению на сегодняшний день нет и я даже не знаю к сожалению или нет потому что стандартные си фа оказались довольно удобными и для билингвов а проблема которые с этим возникают мы при этом возникают мы с вами еще поговорим что такое современная программа как ее обычно понимают в израиле не только в израиле прежде всего это документ который определяя общее направление предоставляет учителям автономию выборе стратегии методов обучения потому что если мы говорим о билингвов в отношении билингвов это важно в особенности мы говорим о гетерогенных то есть разноуровневых классах в одном классе сидят дети с разным уровнем не только языка но и с разным образовательным уровнем из совершенно разных семей меня всегда забавляет когда я в группах я состою нескольких группах профессиональных фейсбуке как наверное почти и все мои слушатели сегодня сегодняшние и мне очень нравится когда кто-то задает вопрос вот у меня в классе оказалось там за 15 учеников 16 уровней что мне с ними делать и значит раздаются советы вы их поделите и мне странно слышать эти советы потому что это обычно говорят люди которые плохо плохо себя представляют реалии преподавания русского языка за границей потому что вот эта разноуровневость она как бы задана нам самой действительностью кроме того современная это очень сложно с одной стороны с другой стороны современная педагогика учится учит нас работать с разноуровнями классовыми и находить в этом преимущество то есть если мы не можем это победить значит мы должны это использовать второе очень важное положение которое распространяется на преподавание всех языков это отказ от политики один учебник на предмет то есть вот дети пришли здравствуйте дети откройте учебник на странице 3 сегодня мы будем читать этот текст обсуждать его и вот этот и так каждый урок то есть нет ничего плохого в том чтобы был учебник нет ничего плохого в том чтобы так сказать мы делали упражнение на странице 3 но нужно понимать что язык это не только учебник язык это все чтобы находится вокруг нас язык это то что раздается из там не знаю из телефона когда мы слушаем youtube язык это объявление которое написано там не знаю на заборе приклеено язык это наши любимые любимые фильмы то есть фактически все что находится вокруг но не мне вам говорить все что находится вокруг нас это язык и все это в разумных естественно границах должно быть использовано для того чтобы мы так сказать работали с детьми а не только учебник и таким образом мы мотивируем и их что очень важно к изучению языка потому что я перепрыгну через информационные технологии о которых мы еще поговорим язык и это главное наверное о чем говорят всем молодым учителям на всех курсах повышения квалификации это главное что пытаются донести в учительских семинарах и в университетах язык это инструмент а не цель мы преподаем язык чтобы дети могли чтобы дети могли говорить на нем чтобы они могли смотреть фильмы чтобы они могли читать слушать песни разговаривать с родственниками и друзьями в россии делать то что им интересно и именно поэтому ограничить себя учебником это не мудрая политика если мы говорим о преподавании языка наоборот как можно больше аутентичных материалов это обговорено тоже в документах министерства образования то есть все что не содержит политическую агитацию подстрекательство портнографии ну в общем вещи весьма разумные так сказать вполне логично что мы не принесем это в класс вот все это все все что это не содержит можно использовать для изучения языка газетная статья какой-то фрагмент из фильма и так далее еще очень важная вещь это современная концепция грамотности которая включает себя не только способность читать и грамотно писать и мне кажется очень важным это особенно для преподавателей русского языка поскольку многие из нас в своей прошлой жизни были преподавателями русского языка как родного и для них тот факт что дети должны не только читать и писать но и еще и разговаривать он немножечко не само собой разумеющийся и очень часто преподавание в школах сводится к правилам орфографии к чтению текстов и я много путешествовала с профессиональ часто бывала в различных профессиональных командировках видела наши школы русского русского дополнительные школы образовательные за рубежом и я неоднократно встречала детей которые могут написать синтаксическую схему могут составить синтаксическую схему предложения но не могут рассказать о том какое мороженое не любит и а вот именно такая концепция концепция грамотности которую предлагает нам юнеско это конечно квинтэссенция коммуникативного метода это концепция грамотности которая прежде всего нацелена на то что человек сможет общаться причем общаться в широком смысле этого слова понимая не только слова и предложения но и культурные коды страны еще один краеугольный камень любой языковой программы в израиле и не только в израиле сегодня думаю практически в любой западной стране это так называемые четыре с это сотрудничество это способность общаться с самыми разными людьми то есть это то чему мы должны учить когда мы учим языку это умение критически оценивать информацию и это умение творчески подходить к поставленным задачам мы говорим с вами о программе по языку ни одного слова о правилах ни одного слова о лексике ни одного слова о том что мы принято что мы как правило связываем с преподаванием какого-то языка почему потому что современные программы прежде всего учит ребенка учиться они прежде всего формируют личность да обязательно должны быть знания но ай и кью эмоциональный коэффициент считается значительно более важным чем ай кью если вы посмотрите на тех кто получает нобелевские премии по науке вы увидите что это группа людей одиночка сегодня мало может что что может сделать поэтому умение сотрудничать оказывается очень часто важнее чем какие-то конкретные знания и поэтому вот эти четыре с а являются кругу круеугольным камнем а при преподавании всех гуманитарных предметов в израиле более того если вы возьмете учебники то вы увидите что обращение идет не на ты она так сказать ну то что мы бы назвали сами вы с маленькой буквы потому что подразумевается что задание детям будут делать не в одиночку а возможно парами группой и так далее и это всячески приветствуется и когда мы говорим конкретно о нашей программе то ай вот вы видите здесь мы разделим с вами содержание программы на две части на условно говоря желтую и голубую желтая программа это все желтая часть это все что нам с вами так хорошо известно это языковое наполнение и правая часть это мета языковые навыки о которых мы уже с вами немножко поговорили здесь они изложены практически другими словами очень важным является отбор и проверка фактов очень важным является мультикультурный репертуар то есть понимание того что то что приемлемо в одной культуре является неприемлемым в другой и наоборот и мы должны научиться уважать эти различия и еще одна вещь которая очень важна и на которую сегодня в израиле обращают огромное внимание это навыки работы с текстом почему это происходит потому что дети которые так сказать с детства практически с рождения привыкли обращаться с гаджетами очень тяжело воспринимают текст и когда начали анализировать с чем связанные не успехи части детей в таких предметов как математика физика и так далее выяснилось что они просто не в состоянии понять условия задачи то есть даже самый маленький текст для них является проблемой поэтому практически вернулись к осознанию необходимости гуманитарных предметов и на всех абсолютно гуманитарных предметах детей учат понимать прочитанное есть специальные техники как это делается опять же это не сегодня не тема нашего разговора но на всех предметах на английском на русском на иврите их учат вот тому как правильно работать с текстом как извлекать из информацию как расширять текст как делать краткое содержание и так далее так далее как отвечать на вопросы исходя так сказать исключительно из содержания текста и многие другие задания поскольку все языковые программы базируются на положении камингса о том что и навыки сформированы на одном языке переносится на другой то так сказать вот эта работа ведется все время основные цели нашей программы если мы говорим о эритажниках это обучение языку и сохранение языка это обучение нормативной версии языка и вот здесь я хочу остановиться потому что это очень важно мы часто недооцениваем эту проблему дело в том что в израиле как и во многих других странах дети которые говорят по-русски это дети которые приехали с территории бывшего советского союза и не только из россии и из под некоторых из них страна эмигрировала в 90-е годы то есть они тоже являются в определенной мере эритажниками потому что во многих странах нет обучения на русском языке и некоторые из них хотя и говорили в израиле в основном это дети из русскоязычных семей и хотя они говорили дома по-русски но тем не менее у них нет систематического образования на русском языке и их язык у них не хватает академических навыков с одной стороны а с другой стороны их язык полон диалектизмами организмами и так далее и вот это так сказать очень интересная проблема потому что учитель оказывается в ситуации когда он поправляет кого-то кто за кем-то скучает или говорит что вот я сейчас кушаю я не могу с вами разговаривать и в тот момент когда учитель поправляет то тут же конечно ребенок говорит моя мама или моя бабушка так говорит и нельзя дискредитировать маму и бабушку вот поэтому мы так сказать выкручиваемся как можем но тем не менее обучение вот именно нормативной версии языка это одна из наших задач то что это трудно это нет саму задачу не отменяет про навыки перри которые приобретены на одном языке переносится на другой я вам уже сказала мы уже говорили с вами расширение гуманитарной эрудиции это задача абсолютно всех гуманитарных предметов и создание позитивного отношения к другим языкам и культурам овладение навыками самостоятельной учебы это тоже очень важный момент объясню сейчас почему потому будет у нас еще один слайд на эту тему потому что у нас только два часа в неделю и если мы не научим детей самостоятельно работать с материалами на русском языке нам сделать ничего не удастся мы сказали я сказала вам что мы привязались к сифа у нас так сказать просто не было никаких других вариантов а нам нужен был какой-то уставной документ и базировались на компетенции на can do statement какие перед нами стояли основные вызовы ну во первых как я уже вам сказала гетерогенность классов разный уровень как сделать преподавание языка интегральной частью школьной программы все предметы взаимосвязаны нам не хотелось чтобы мы находились в каком-то загоне который никак не будет связан с тем что ребенка происходит в школе а как сделать преподавание продуктивным и увлекательным израильскому ребенку если не интересно то он учиться ничему не будет и конечно время время это наш в данном случае скорее наш враг чем наш друг ай пять частей шесть лет обучения последние два года мы объединили в одну часть и так сказать начинаем мы со списка коммуникативных тем и ситуаций потому что именно они с грамматических тем а потому что это для нас главное мы включили обязательно темы по культурологии и тут конечно мы не могли включить все что мы хотели мы хотели какие-то элементы по особенно важные как нам казалось из истории и культуры россии и мы что 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 интересно сказать что действительно мне кажется интересным мы включили в программу материалы о русскоязычных израильтянах о тех кто приехал с территории бывшего советского союза и а те кто приехал еще кстати из тарской россии какие темы из культуры вы считаете важными и почему это интересный очень разговор вы знаете мы взяли если не изменяет память мы взяли историю москвы и петербурга к истории москвы и петербурга мы так сказать при приложили петра первого мы взяли войну отечества 12 года естественно но в израиле без этого конечно невозможно это велико отечественная война вторая мировая война революция перестройка но вот наверное это из истории из имен у нас пушкин толстой толстой чехов и изученных ломоносов боюсь соврать каким образом определяется круг коммуникативных темы ситуации для школьников мы взяли за основу очень хороший вопрос мы взяли за основу а и мы взяли за основу cfa и выкинули оттуда все что не касается детей то есть если там темы о то что для ребенка в 12 13 14 лет не интересно не нужно не полезно и не имеет так сказать никакого смысла и не близко ему то есть если там условно говоря тема работы то мы сделали из нее работу в каникулы так у вас студенты изра у меня школьники у меня не студенты у меня дети с 12 до 18 лет только из-за стран бы только из территории бывшего советского союза или те кто изучает ркаи это дети которые родились в израиле и так значит каждая часть из пяти включает рекомендованные формы альтернативного контроля потому что в израиле практически поголовно отказываются от традиционных форм экзаменов а вместо этого делают какие-то проекты самостоятельные работы групповые какие-то работы и так далее и онлайн приложение к программе над которым мы продолжаем работать которая включает в себя дополнительные материалы литературные тексты мультфильмы отрывки из художественных фильмов телевизионные передачи все это тоже такое мобильное и меняется так основные принципы это то что называется tbl-т и action-oriented approach то есть это ориентация на практическое применение на самостоятельное изучение и на проектное обучение поэтому как можно больше заданий должны иметь реальную цель и основное внимание удержать уделяется содержанию и отражает употребление языка в реальной жизни поэтому например когда мы просим про увидите там задания у вас пропала собака напишите объявление которое заставит так сказать вернуть мы приводим те кто открыли программу это видят мы с правой стороны приводим примеры заданий которые помогут учителям создавать свои собственные задания и все все большая часть этих заданий это задания в которых обыгрываются ситуации из реальной жизни напиши прогноз на следующий там на следующую неделю рекомендации твой друг едет в москву в петербург новосибирск дай ему помоги ему собрать чемодан и так далее в принципе общая схема обучения это находи информацию обрабатывай представляй высказывай самого свое мнение и все слова здесь очень важны включая слова представляю потому что умение правильно подать изученное тоже очень важно это то чему учат в школе мы учим делать презентации мы учим делать презентации в соответствии с требованиями которые есть в россии сами при этом учимся очень многому потому что некоторые так как я выезжали в 90-е годы когда еще никаких презентаций не было но мы стараемся учиться так почему у меня это об и так болезненный и нет не хочу сейчас вернем назад так болезненный и очень интересный вопрос по поводу которого имеет смысл встретиться отдельно это художественная литература в программе если вы возьмете программу по английскому языку в израиле то там вообще нет такой части художественная литература то есть она есть она есть в разделе рассуждений обучение рассуждению и при изучении иностранных языков акцент так сказать переносится с того как это сделано то то что является основой при преподавании литературы как так сказать в российской школе литературы на родном языке часто на то зачем это сделано и тексты это еще один способ увеличить тот самый импут то есть дать ребенку познакомиться с литературным языком с так сказать показать ему другой аспект функционирования языка ну и конечно за задеть его эмоционально потому что если вы над чем-то плакали и смеялись вы этого не забудете уже никогда отбор литературы это страшно болезненная штука потому что преподаватели разрываются между желанием преподавать толстого и достоевского и уровнем учеников которые соответствуют дениски нам рассказом кроме того мы конечно при преподавании советской литературы сталкиваемся с тем что мы находимся на действительно цивилизационном сломе когда очень многие незыблемые ценности и совершенно само собой разумеющиеся вещи описанные авторами двадцатого века оказываются странными непонятными дикими для детей для израильских детей и вместо того чтобы вызывать в них интерес и создавать какое-то теплое хорошее отношение к русскому языку русской культуре мы добиваемся прямо противоположного эффекта и нужно сказать что мы чем дальше тем больше у нас нету обязательного практически списка литературы у нас написано в программе два рассказа если вы видите если вы смотрите программу видите там обязательный список это список для тех кто находится до двух лет в стране приехал из россии это очень небольшая часть детей которые сдают русский язык как родной это сказать я сегодня не трогаю эту тему а если мы говорим об основной массе то мы оставляем на так сказать усмотрение педагога тот материал с которым он работает и мы очень советуем работать с авторами двадцать первого века сегодня очень много современных авторов и как сказали мне лет там восемь назад дети когда я принесла к ним какой-то современный рассказ большое спасибо марина слава богу наконец-то мы прочитали про ребенку которого в руках есть мобильный телефон и мы стараемся чтобы они читали про своих российских ровесников и узнавали в них и в их проблемах себя и вот сейчас я работаю над хрестоматией в которой в основном будут только современные авторы мы надеемся что это как-то поможет нашим учителям решить проблему чтения потому что конечно кибитки бритки брички городничие для билингов с доминирующим ивритом учащих учащим русский два часа в неделю эта задача совершенно не посильная я вижу синие вопросы которые даже мне надо выделяет я обещаю что через там несколько минут я закончу и постараюсь на все вопросы ответить обучение грамматики прежде всего обучение грамматики это опять же точно так же как обучение языку это не средство цель мы сочетаем макро и микро подход то есть для более сильных билингов грамматика дается в контексте более слабые мы за основу используя так сказать берем ту подачу которая есть в учебниках ркаи и конечно минимум внимание орфографии просто потому что у нас на это нет времени то есть основная основной упор основное внимание мы уделяем лексике как же она медленно двигается то но вот это моя любимая карикатура по поводу грамматики и я думаю что эта болезнь которой переболели практически все учителя работающих за рубежом это я в том числе поэтому я думаю что идея здесь более или менее ясна человек может писать не и не правильно или неправильно но так сказать не не это определяет то насколько он знает язык кроме того мы все с вами находимся в социальных сетях и мы видим какое количество людей для которых русских язык является родным действительно умеет писать грамм еще одна вещь важная вещь которая касается знакомства с культурой к сожалению во многих учебниках мы видим так называемый туристический подход к культуре если мы постарались отойти от стереотипов гжель хохлама самовар там я не знаю гармошка и кокошники это так сказать во многом в том числе и запрос родителей который может быть актуален исключительно для израиля но я могу вам сказать что когда у нас появилась частная школа которая объявилась что она обучает современному русскому языку без гармошек самоваров у них в первые два дня так сказать оборвали телефон и мы практически отказались от фольклора в какой бы то ни было степени наш акцент это акцент на культуру историю и на современный русский язык итоговая оценка складывается из 40 на 60 40 процентов это проекты 20 процентов это так называемое устное собеседование это я говорю о финальной оценке но по такой структуре оцениваем мы оцениваем практически в течение всего года и только 20 процентов это внутренний письменный экзамен 20 процентов это внешний письменный экзамен то есть вы видите что основной вес фактически ребенок который выполнил все проектные задания и даже заваливший внешний внутренний письменный экзамен получает положительную оценку это общая тенденция в израильском образовании мы учим не к экзамену обучение это процесс язык невозможно выучить за одну ночь мы оцениваем то как ребенок так сказать функционировал на протяжении всего года и мы доверяем учителя так где как же она медленно крутится но вот это такой пример небольшой но мы из нашей программы но я надеюсь что вы сможете его посмотреть вот собственно говоря и все легкого и успешного учебного года если кто-то успел посмотреть программу я буду так сказать рада ответить на вопросы там дикое количество опечаток она еще в работе но общее представление заранее за не прошу прощения за это это так сказать не мы чат или и плюс это еще накладывается на ивриты огромное количество иврит на иврите пишут справа налево поэтому это периодически все едет но я думаю что еще немножко это сказать и мы уцели давайте я попробую ответить на вопросы так расскажите подробнее как вы справляетесь разными уровнями подготовки учащихся и как это можно использовать свою пользу вот я вам предмету я вхожу в класс два раза в неделю я вам приведу реальный пример значит в программе есть например ну я не знаю тема знакомства и мы только у нас были по сентябрьские праздники мы только начали значит у меня сидит класс в котором у меня есть рк и просто дети которые вообще никогда в жизни не слышали ни слова по-русски но может слышали на улицах но никакой связи с россией у них нет и сидят дети которые четыре года в стране значит с рк и мы учим здравствуйте меня зовут марина и как как тебя зовут а с детьми которые знают язык почти так же хорошо как я и мы занимаемся тем что они пишут письмо в котором они рассказывают о себе и просят чтобы взяли там в летний лагерь для одаренных детей в тот момент когда они заканчивают писать свое письмо они идут и помогают ребятам с рк и так сказать в которые учат как здравствуйте так как вас зовут я где вы живете я живу и так далее они помогают и кроме того первые уроки у меня для рк и например у меня записаны на роликах выложенные в на google диске они приходят с наушниками и с телефонами и и поверьте мне не занимаются этими наушниками и телефонами потому что они знают что и так сказать если я беру будет скучно и нечего будет делать вот и они смотрят эти ролики и занимаются по ним а так сказать более продвинутые занимаются каким-то там другими вещами ну вот это это очень это очень сложно то есть я я все время в шпагате но так работает большинство преподавателей и никакого другого выхода нет если мы будем пытаться разделить класс из 16 человек на 18 частей то мы просто останемся без детей никаких шансов сделать это иначе нет то есть разные уровни условно говоря объединены одной темой и на эту тему даются разные задания те кто быстро закончил они переходят так сказать и помогают более слабым а и так а что у нас дальше расскажите группы разного уровня мы сказали я никому образом не хочу вам сказать что вот это легко и у меня всегда все получается а русский без границ что вы можете посоветовать предал и в продолжение значит русский без границ состоит из трех частей русский без границ там есть видение грамматика а еще есть русский без границ 2 это b2 плюс может быть даже c1 и вы можете посмотреть примеры в издательстве златоуст они у них выложены на сайте если понадобятся какие-то советы то я их дам вы обещаете письменному шрифту это то что я даю в перевернутом уроке у них есть прописи у них есть видео как писать и они мне потом сдают эти прописи заполненными сказать вам что они потом все все время пишут письменными буквами нет но я по этому поводу сильно не расстраиваюсь так а сказки вы тоже читаете да если вы видели наш учебник по русски обо всем то там есть сказки причем там есть и народные сказки там есть каши из топора и там есть авторские сказки я думаю что сказки сегодня более актуально чем они были когда-то потому что фэнтези очень популярна в общем между фэнтези и сказкой есть очень много общего и дети даже взрослые с удовольствием читают сказки если это сказки так сказать умные и приятные их интересно читать я люблю с фольклором бывают проблемы конечно потому что дети например там седьмом классе они уже не в состоянии воспринимать с легкостью ту условность которую воспринимают маленькие дети маленьких детей нету проблем хотя у моих детей были с тем что волк ловит рыбу хвостом например да а в седьмом классе конечно им это уже немножко это условность которую тяжело воспринимать можно научить но любой вопрос обучения это вопрос минимизации минимизация материала не конечно каждый решает что ему делать а и так что у нас марина так это у нас не было а каких современных авторов так каких современных авторов я очень люблю пастернака и жволевского я обожаю дашевского то есть я считаю что это ну и дети в израиле очень любят это очень современный автор я считаю что книга я не тормоз это просто маст это книга которая разрушает стереотипы россии с одной стороны потому что это книга о ребенке аутисте и то что то сказать на русском языке об этом говорят для детей это очень важно я очень люблю ледерман я считаю что это очень талантливый интересный автор ну вот мне очень нравится маша лукашина я считаю что у нее прекрасные рассказы я думаю что я не всех я думаю что как бы по слову можно поговорить о современных авторах это так сказать отдельная тема и и мы конечно всех все адаптируем это тоже очень интересная и важная тема потому что все эти вырывания волос у себя на голове с криками так сказать как же наши дети не прочитают это в подлиннике либо они будут читать это датированными либо они не прочитают этого вообще то есть после адаптирована они могут читать и полный вариант никаких так сказать вопросов но если кто-то ожидает что билингвы которых есть два часа в неделю прочитают в оригинале достоевского но я не знаю как в каком на какой в каком мире он живет так компьютерные игры ну я не играю с ними в компьютерные игры но мы делаем сами ими игры на learning apps и они с удовольствием мы работаем конечно с кахутом и но я думаю что все после короны уже с этим работают поэтому и это очень хорошо идет они это любят вообще в тот момент когда идет что-то с гаджетами это всегда воспринимается очень хорошо потому что это в том числе повышает статус учителя то есть не не стоит какая-то бабка из прошлого века человек который как-то умеет обращаться с компьютером дети это воспринимает всегда очень хорошо я вообще не понимаю как можно преподавать без компьютеров так ну вот я думаю все надя я ничего не пропустила применяете ли игры на занятиях да конечно конечно применяем игры на занятиях причем самые разные я очень люблю по-русски это называется двадцать одно когда в двадцать один шаг нужно если я не говорю еще за компьютерных играх да я говорю об обычных играх когда мы загадываем какого-то человека я стараюсь загадывать вот мы говорили о культуре кого-то из известных россиян и они должны так сказать за двадцать один вопрос отгадать у меня в принципе очень много в учебниках очень много игровых заданий потому что мы очень часто например когда читаем рассказы просим их написать что-то от имени того или иного персонажа что тоже игра мы даем разрезанные тексты против просим так сказать собрать из частей целый текст то есть огромное количество заданий которые мы даем они тоже в какой-то степени игра что именно оказалось в полезном в ориентации на СЕФ с работе с билингами а у меня вариантов нет либо русская программа либо СЕФ либо СЕФА потому что нету какого-то уставного документа на который мы могли ориентироваться российская программа нас совершенно не устраивает потому что я не верю что за два часа в неделю при очень ограниченном инпуте при том что даже дома огромная часть детей говорит на иврите при том что из жизни современного ребенка абсолютно ушел телевизор то есть если раньше они еще как-то смотрели телевизор с бабушкой то теперь и этого нет они сидят так сказать в своих гаджетах каким образом вообще то есть окей возможно это подходит в школе дополнительного образования где очень мотивированные дети и родители где у них 6 часов а не 2 ну тогда можно что-то наверное накромсать из российской программы хотя у меня тоже по этому поводу есть большие сомнения теперь российская программа мне не подходит потому что это описательное если мы говорим о русском языке это описательная грамматика функциональная мне не нужно чтобы они разбирали все второстепенные члены предложений подчеркивали их там там не знаю какими черточками еще чем-то меня устроит так сказать они могут обойтись без этого мне лучше пусть они выучат лишних 30 или 40 слов за те два часа которые у меня есть меня совершенно не устраивает российская программа с точки зрения рекомендованной литературы это не та литература которую можно изучать с детьми в Израиле поэтому так сказать мне значительно больше подходит СИФА со всех точек зрения но как бы каждый выбирает по себе женщину религию дорогу школьную программу поэтому так сказать это были наши аргументы поэтому так сказать ой большое спасибо за значит еще раз русский а вот у меня есть вопрос относительно обучения говорению некоторые думают что если ребенок говорит то учить ему этого не нужно о это очень очень хороший вопрос и мы об этом говорили то есть вы понимаете вообще говорить мало кто умеет вот это я по себе знаю я проговорила 45 минут и с меня так сказать сошло три ведропота говорить на какую-то тему говорить дельно говорить интересно говорить по теме это большое искусство и конечно этому надо учить на всех языках и это болезнь просто болезнь преподавания русского языка за границей что мы не учим детей говорить нам кажется что и родителям часто кажется они приходят ко мне говорят у меня ребенок прекрасно говорит по-русски в чем это выражается в том что ребенок приходит домой и может спросить у мамы где в холодильнике лежат котлеты или сказать что он сегодня поздно придет домой ну попробуйте попросить его рассказать о фильме который он посмотрел и у вас начнется так сказать экония бэкония мэкония и понятно что нигде о чем или например о передаче которая ему понравилось попробуйте ему попросить его рассказать что у него произошло в школе Это очень для него окажется тяжелой задачей. Поэтому, конечно, ребенка нужно учить говорить. И кроме того, подумайте, посмотрите на это не только с нашей эгоистичной точки зрения. Я понимаю, что я тоже хочу, чтобы мои дети с моей мамой говорили по-русски. Есть вторая бабушка, которая не знает иврита. Но нужно, чтобы... Я хочу, чтобы мои дети прочитали все, что я так люблю. Может быть, не Достоевского, но хотя бы Довлатова. Но если мы посмотрим на то, зачем ребенку нужен русский язык, как он это видит сегодня, то кроме бабушек, которых он, конечно, любит, ему наверняка будет интересно общаться со сверстниками. Ему будет интересно, может быть, посидеть в каких-то русских чатах. Ему будет интересно, может быть, поехать в Россию и пообщаться там с людьми на улице. То есть, вот это все вещи, которые, когда вы его учите говорить, вы фактически повышаете его мотивацию. А без мотивации мотивация – это наше все. Кроме того, это немедленное удовлетворение от того, что он сделал. Поэтому вот он с кем-то поговорил, он с кем-то смог пообщаться. Это же так здорово. Перечисляйте, пожалуйста, учебники и пособия, которыми вы пользуетесь. Я пользуюсь тем, что я написала. По одной простой причине. Я писала то, то есть не только я это писал, коллектив, да, и русский обо всем, и по-русски без границ. И сейчас мы будем писать, сейчас у нас и у присутствующей, забросавшей меня здесь вопросами Полины Гельфрейх, выйдет пособие по Яралашу в Златоусте. И я надеюсь, что оно сильно облегчит мою жизнь. Потому что оно как раз будет рассчитано на слабых билингвов и тех, кто изучает РКИ, примерно на уровне А2. А Яралаш мы отобрали как раз то, что более или менее современно звучит, то, что можно принести в наши классы. Не все можно. Есть целый ряд вещей, которые морально безнадежно устарело. Это было как поиск золота в рассеивании золотого песка. Но я надеюсь, что в тот момент, когда это пособие выйдет в... Это как раз пособие по развитию речи. Там есть и тексты для чтения. Я надеюсь, что когда оно выйдет, оно сильно поможет мне жить. Да, при грамотной инструкции я абсолютно... Я всегда говорю, что учить можно даже по надписям на продуктах. Конечно, из всего можно сделать что-то полезное. Но, понимаете, вот нам сейчас... Есть очень неплохой учебник, тоже изданный в Златоусте. Это учебник «Ингемангус давай». Не все нам там подходит. Просто есть, так сказать, своя специфика. Он очень ориентирован на Эстонию, на североевропейский контингент. Наш контингент немножко отличается. Кое-что я беру оттуда для слабых билингвов. Он, так сказать, более или менее для них подходит. Да и наши учебники по-русски обо всем и русский без границ. Помимо гаджетов речь убивают комиксы. Ну, вы понимаете, как сказали классики, так сказать, нам нужно отделаться от этой злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный нам пир. Я думаю, что бесполезно говорить. Всю жизнь все сетовали на то, как, так сказать, убивается язык. О том, что следующее поколение не умеет говорить. Выясняют, что следующее поколение, тем не менее, говорит. Но говорит иначе. Нам не всегда нравится, как оно говорит. Но они общаются. И поверьте мне, они будут не менее успешными, чем были мы. И они будут точно знать больше языков. И в этом, так сказать, в том числе, я надеюсь, будет немножко нашей заслуги. Есть еще какие-то там вопросы ко мне? Так, там кто-то у нас печатает. Я жду. Я никуда не ухожу. Жалко, что нельзя голосом задавать вопросы. Окей. Мультфильмы разбираете? Конечно, конечно, конечно. Значит, любой, так сказать, любые короткие сюжеты – это прекрасный языковой материал. Сейчас я отвечу на какой уровень ориентированной моей учебники. Закончу только по мультфильмам. Значит, ну, во-первых, абсолютнейший кладезь, ну, погоди, для развития говорения. То есть практически с уровня А1 можно по кусочкам показывать. И это вот в чистом виде стори-теллинг. Просить учеников рассказать, что там происходит, описывать и так далее. Да, это старое, так сказать, это давно очень сделано, но вот это из того талантливого, что не устаревает. Прекрасный, совершенно абсолютнейший А1 для слабых билингвов, совершенно замечательная чебурашка и, на удивление, легкий язык. И тоже очень спокойно даже дети более старшего возраста и даже мои студенты в университете это смотрят, это узнаваемо, это любимо. Кладезь абсолютнейший, можно там работать и работать, точно так же, как мы работаем с текстами. Делать стоп-кадр и просить описать, просить рассказать от лица любого персонажа, просить написать рассказ по мультфильму, сделать это вместе, показать одной группе в классе первую часть мультфильма, а вторую, вторую. У меня уже есть дети, которые, вы не поверите, не видели никогда в жизни лечебурашку. И они задают вопросы, и одна часть узнает, что, так сказать, ну вот это классическая работа с текстом. Описать героя, не называя его, бесконечно. Точно так же всегда под Новый год мы смотрим просто Квашина. То и эти фильмы совершенно замечательны тем, что они абсолютно не устарели морально. То есть там нету ничего, что было бы не политко... Это удивительно просто. Там практически нету ничего, что вызывало бы у детей какое-то отторжение. Наоборот, в общем, чебурашка — это о принятии другого. Это о принятии слабого, некрасивого, непохожего на тебя человека. То есть мне трудно себе представить в контексте сегодняшней вот израильской концепции образования что-то, что было бы настолько актуально и настолько хорошо, так сказать, ложилось. Я показывала несколько лет назад, когда мы говорили, у меня были более сильные классы, я меняю всё время то, с чем я работаю. Я просто не могу, к сожалению, каждый год гнать одно и то же. Очень зависит от того, какой у меня класс. Есть очень неплохой мультфильм о богатырях. Я забыла, как он называется. Просто я не готовила это к сегодняшней нашей лекции. Тоже очень хороший, очень хорошо сделанный, с юмором. И там история, у нас был повод поговорить об истории. Очень хорошо. Как ваши очень прекрасно относятся к фэнтези? Прекрасно относятся к фэнтези? Очень много проектов книжных, которые сделаны по фэнтези. Как познакомиться со всеми вашими работами, проектами? Можно ли пройти какие-то курсы преподавания по РКИ у вас в Израиле? Или практику? Я не веду... Я и так на двух ставках. Я, так сказать, как Леонид Ильич Брежнев. Мне трудно жить на одну зарплату. Поэтому я на двух этих самых. Поэтому я не готовлю преподавателей. Но я систематически очень дружу с Петербургским университетом. И у нас все время какие-то... Петербургским университетом. Поэтому я часто участвую в проектах, которые делают и Петербургские университеты, и которые делает Полина в Парме. Так что следите за этим. Если у вас есть какие-то вопросы, тут есть мой мейл. Вы можете мне написать. Я с удовольствием попытаюсь вам ответить. Если хотите, позвоните. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Можем поговорить по WhatsApp. Можем говорить по Zoom. Систематически я не смогу это делать. Но если что-то такое накопилось, и вам нужна моя консультация, то, конечно, нет никаких вопросов. Есть еще что-то? На какой уровень владения языком ориентированы ваши учебники? Вы понимаете, с билинговыми это всегда немножечко плюс-минус лошадь. Вот с одной стороны мы ориентируемся на CFA. С другой стороны, поскольку языковой профиль эритажника – это пассивный язык, который намного сильнее, чем активный. И поэтому мы можем позволить себе то, чего мы не можем позволить РКИ. Мы можем позволить себе чуть больше лексики, которую они не знают. Поэтому вот если вы загоните тексты для билингов текстопитер, то, конечно, вы увидите, что они чуть выше того уровня, который заявлен. Это вот я так долго отвечаю, на какой уровень, так сказать, наши учебники. Значит, по-русски обо всем я думаю, что это где-то B1-B2. А первая часть русский без границ – B2, я думаю. А вторая часть – это уже то, что называется неонегатив. Русский без границ – 2. Это уже где-то C1. Но, в принципе, вы понимаете, с билингами легче работать с тем, что называется языковой предикцией или языковой догадкой. То есть они, поскольку у них очень отличается пассивный активный запас, то они легче намного семантизируют незнакомые слова. Поэтому вот, так сказать, пособие – это то, чем радикально отличается пособие для билингов от пособий по РКИ. Так, у нас там кто-то еще пишет. Мне кажется, я на все ответила. Пока у нас там печатают. Маша и Медведь нравятся. Маша и Медведь – это абсолютнейшая классика. Моя невестка итальянка. Я думаю, сегодня... ...чтобы с ним работать. Про шрифт. Я сказала, что в большинстве случаев мы даем им прописи, с которыми они работают, либо в свободное время, когда я работаю с разноуровнями и классами, мы сделали, так сказать, сами для них прописи, и с этими прописями они работают. Иногда в классе в свободное время, иногда, когда они... ...иногда как домашнее задание. Какие учебники вы используете для 1А2? Я заканчиваю сейчас, выйдет через 2 месяца учебник для израильских школ на А1, который будет называться «Привет». А пока мы работаем по тем разработкам, которые мы сделали. Я считаю, ну, так получается. Я не хочу, так сказать, как Василий Иванович, мыслить в мировом масштабе, но для Израиля не подходят... Для А1 не подходят ненационально ориентированные учебники. Дело в том, что дети, например, не воспринимают когнаты. То есть, если для нас, для взрослых людей, там, такие слова, как, я не знаю, турист, им очень легко догадаться, что это, то по-русски, например, на иврите турист – это таяр. Они это не различают. У них еще нет такого уровня английского, чтобы они различали подобного рода вещи. Поэтому... Ну, это вот один пример такой какой-то, да. Поэтому грамматика. Ну, нужно делать отбор грамматики с учетом языковых особенностей. Поэтому мне кажется, что создание интернациональных учебников для билингов – вещь совершенно возможная. То есть, ну, если вы работаете по тем учебникам, которые мы написали, значит, можно. А вот создание учебников для детей, мне кажется, очень сложным. То есть, я вижу успех в «Сороке». Я считаю, что это совершенно гениальный учебник. Вот, кстати, вы спрашивали, чем мы пользуемся. С «Сорокой» мы тоже пользуемся. Но к ней, она для более маленьких детей, но какие-то вещи, так сказать, оттуда можно взять. Но проблема заключается в том, что к ней нужно… Я не буду отвечать на вопросы Павласовой, вы меня извините. Значит, мы пользуемся «Сорокой», но «Сороке» нужно… Она для маленьких детей, а дети в таком возрасте очень тяжело… Они болезненно воспринимают, если им кажется, что что-то сделано для маленьких. И к «Сороке» приходится создавать огромное количество своих материалов, не потому что «Сорока», не дай бог, плохая, она замечательная, а потому что нам приходится адаптировать это к нашей среде. Я не знаю, может быть, в других странах какая-то другая история. Для А2 мы используем сейчас те разработки для «Иралаша», которые мы сделали. И я надеюсь, что они выйдут на рынок в «Златоусте» буквально через несколько месяцев. Огромное спасибо вам за ваши вопросы. Я думаю, что нам пришло время расставаться. Если вас еще что-то заинтересует, я с удовольствием вам отвечу. Всего хорошего. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok